Всем привет! С вами снова Наталья Новикова. Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня приступаю к посеву семян остеоспермума. На самом деле по срокам я еще ничуть не опоздала, поскольку остик, как правило, зацветает спустя 10 недель, ну, либо через 2,5 месяца от момента посева. То есть, если сейчас в конце марта его посеять, то в середине июня он уже зацветет. Поэтому я в этом сезоне никуда не тороплюсь. Семена у меня профессиональные. Я решила сэкономить и не покупать дорогущую биотехнику. Низкорослый остеоспермум не выше 15 см будет у меня в этом сезоне. На самом деле осика у меня будет много. Я вам еще покажу сейчас череночки. Ну и буду использовать содержимое торфяных таблеток. То есть, сейчас я их напитала водичкой, распотрошу и уже непосредственно в эту смесь буду сеять семена. Этим способом также могут воспользоваться те люди, которые не уверены в качестве своего грунта, потому что, как правило, у нас торфяные таблетки ничем-ничем абсолютно не болеют. Значит, торфяные таблетки я все распотрошила. У меня получилось где-то половина контейнера. На дне обязательно дренажные отверстия. И в каждой упаковке у меня было по 5 семян. Но так получилось, что в одной очутилось 6. И вот шестая семечка, она, видите, такая белая. Такое ощущение, что просто она выскочила из вот этой жесткой оболочки. И эта оболочка сама по себе, а семечка сама по себе. Но в любом случае я все, конечно, разложила. Все вот эти 11 семян. И сейчас я буду просто поливать их водичкой шприца, тепленькой, с добавлением энергена. Потому что все-таки семена довольно сухие. Я думаю, что даже то, что таблетки были увлажнены, этого, мне кажется, будет по влажности недостаточно. Вот буквально чуть-чуть, по несколько капель я добавлю на каждую семечку. И далее уже присыплю грунтом немножко и уже проливать ничем не буду. Теперь путем, как будто присаливаю. Немножко засыплю семена. Буквально чуть-чуть, чтобы их было не видно. Все. И теперь я сейчас закрою крышечкой и поставлю свой контейнер на батарею. Почему на батарею? Да потому что я хочу, чтобы семена быстрее проросли. До таком же пути у меня отправятся и семена вербены. Но этот посев вы увидите чуть позже. Ну вот, посев я произвела. И теперь со спокойной душой и совестью я могу поставить данный контейнер на батарейку. Ну и быстренько вам покажу те череночки, которые я приобретала в магазине Огород Маркет. Остео с пермом здесь будет необычайно красивый. И такие махровые расцветки. Вот тот, который длинный, я уже успела прищепнуть. То, что растет компактно, я пока не трогаю. Но в любом случае, посмотрите, уже корневая здесь хорошая. Это при учете, что он весь у меня стоит на подоконнике. То есть используется только то солнце, которое он получает через окошко. Я очень надеюсь, что растение остеоспермом холодостойкое. И мне удастся его в скором времени перенести на мою лоджию. Я думаю, что и какую-то часть петунии я туда также отправлю. Главное, чтобы погода не подкачала. Вот сейчас вроде у нас плюс 9, ну а вскоре будет опять минус. Поэтому, конечно, погода непредсказуемая. Обидно, что мы не отдыхаем в следующей неделе. Ну, медикам нам не полагается отдыха. Можно было бы побольше своего времени посвятить растениям. Но что делать? Никуда не денешься. Поэтому придется работать. Берегите себя, соблюдайте правила карантина. Увидимся, услышимся и всем пока-пока!